что добрый вечер дорогие зрители сегодня команда rt5 против команды арт g как вы помните команда rt5 уже была на моем стриме я ее стриму вот и теперь снова на фаскапе 6444 что ж приступим первым бан у нас справляется эрд шейкер и тайт хантер и команда рейдж забанила точнее rt5 забанила вайпера рейдинг тим пик Забанили еще Медузу и команда РТ-5 пикнула Магнуса. Что ж, похоже Магнус пойдет в мид и странно, пикнули Мидера первым пиком, обычно его пикают четвертым или пятым на фасткапах, а команда Артгейминг, за Артгейминг ответила Джекира. И Некрофосом. Интересно, интересно, конечно. Некрофос будет много неприятностей доставлять и даже при получении Аганима, к примеру, убийство Кэрри ультой Некрофоса уже приведет к никому поражению, потому что байбэк это не будет. Вот, и команда РТ-5 пикнула Виномансера. Что ж, в бан отправляется у нас банша и аппарат. Что ж, пошел четвертый бан и посмотрим, что же это будет. Саленсера не забанили. Даже странно, почему его не забанили. Где-то... Ферст бан на ЦМах. Чем же ответит команда за Артгейминг? Все меньше и меньше времени у команды за Артгейминг. Саленсера не забанили. Саленсера. А то я уже удивился, неужели он не отправится в бан? Четвертым баном все-таки забанили его. Что ж, и команда за Артгейминг пикнула Андаинга. Что это за комбо? Конечно, это хорошо сочетается с Джекира, ведь Андаинт может дать тамбу, которая задержит противников, плюс задув и горелка, что уже делает мувспид. Одного из героев команды РТ-5 уже минимальным. Сразу же будет падать отметка ХП бара и будет время ульты Некрофоса. И Войд от команды РТ-5. Что ж, давно я не видел этого героя. И, наконец-таки, его взяли. Конечно, это даже хорошо. У Вайда, похоже, будет БФ, потому что у них есть Магнус, который с помощью Реверс Полярити будет специально складывать противников. Так, прям, спина к спине всех пятером будет стоять. И Купол Вайда, БФ, плюс еще тот же второй спелл Магнуса Эмпауэр, который даст еще больше урона со сплэша. Вот, а тем временем команда За Артгейминг пикнула Абадона. Что ж, довольно-таки много отхила у команды За Артгейминг. То есть, вот он, Дэдпульс Некрофоса. Вот он еще от Хилан Дайанга. И тот же самый Мист Коэл. И Скайра Смак от команды РТ-5. Что ж, довольно-таки забавно будет посмотреть, как же пройдет весь тимфайт, если Магнус использует Реверс Полярити, причем очень хороший в пятерых. Потом будет Гель, Пояса Нова, еще Ульта Скайра Смага сверху. И Войд, который еще там мажет с руки. Это уже высокий дамаг, при котором умрет вся команда Артгейминг, кроме Абадона. Ведь не забываем про ульту Абадона. Хм-хм. Хм-хм. Что ж, и в бан у нас отправились Keeper of the Light, то есть Котел и Пак. Вот и Crystal Maiden, то есть СМ-ка от команды Артгейминг. И у меня складывается такой вопрос. А кто же будет Кэри? Неужели Абадон выйдет в качестве Кэри команды Артгейминг? Вот, и что ж, команде РТ5 не хватает, как я понимаю, Хардлайнера, потому что Магнус выйдет в мид, или же это будет не Трепла с Вайдом Виномантером и Скайра с Магом. Да, вот он Хардлайнер Дараксир, который так нужен был команде РТ5. Вот, и что ж, мне очень понравился пик команды Артгейминг, а вот пик команды Артгейминг немножечко странный показался. А мне, конечно, хороший откилл от Некрофоса, Анда, Инга и Абадона, хорошее замедление от Тамбы и всех прокастов Джекира. Да, и еще Crystal Maiden, которая будет использовать по Иссонова, да, которая будет еще больше замедлять, да, и какой-то комбо, которое не даст команде РТ5 уйти, но, мне кажется, вся эта стратегия сразу же рухнет. При хорошем риверс полярити Магнуса. И причем, посмотрите, Дараксир, у которого есть стяжка, у которого есть вакуум, да, еще и стенка. То есть, если команда РТ5 даст хорошее РП, да и вообще, потенциал, потенциал тимфайта уже на стороне команды РТ5. Что остается, так это приобрести хорошие предметы в Айду, то есть, постоять на фрифарме. Да, я думаю, команда РТ-Джи будет этому препятствовать и не давать Войду фрифарм, думаю, будет его гангать. Причем есть Андайн, который будет позволять это сделать, да, то есть, с ним будет гангать легче. У него будет Тамба, который будет замедлять, и Джекира. Ну, то есть, вот три героя, которые будут, я думаю, хороши и стабильны в ганге, да. К примеру, прийти на ту же линию с Абадоном, и я смотрю два Кларити у Абадона. Да, и... что ж, думаю, что Абадон у них будет в качестве кэри. Мы видим трипла на топе, или не трипла, дабла, неужели дабла и дабла? Две даблы. Что ж, и вот она, дабла, Некрофос Абадон, вот на дабла, Андайн, Кристал Мейден. Да уж, прическа прям ужасная. Вот что ж, и Джекира в мид. А тут очень странно, кстати. Я думаю, лучше бы в мид сейчас пошел Некрофос, который устроил бы очень хороший контроль. Вот заходит Дарксир, заходит далековато. Вот он Магнус, который сейчас может завести, сразу же Фрозбайт получает. Это может быть минус Магнус, завозит 2х сразу же. Давай, ФБ, ЦМка, отхиливается. Отхиливается, еще один удар, один удар, и ФБ на ЦМке. Да, сейчас может быть размен, размен в Магнуса. Хара сильно башня от Дарксира. И отпевается фляска. Очень хорошо, сейчас может, когда же со первой спыла он может умереть. И да, это минус, сразу же минус Дарксир. Даблкил. Может еще умереть, сразу же, для них кидает Скоразмак. Пытается спасти Виноматера. Не, да, получается. Все-таки это сделать, есть там баща. Сразу же второй левел. Ну что ж, совсем не удавшийся ганг, потому что 483 голды и 241 опыт получает команда Арджи, а точнее Undying. А команда РТ5 в качестве утешительного приза получает 376 голды и 129 опыта. А вот Жакира в Меду меня даже шокирует немножечко. Что ж, завозь, сразу Жакира, замедление и... А где же урон, сразу же, а из-под получает, сейчас может умереть даже. Не было горелки, почему не ясно, он мог умереть. У него не было хилки, ему нечем было отхилиться и он мог умереть. Вполне. Урона бы хватило. Неужели это Дабл Мид? Что за, так сказать, бред творится? По правде, я не могу это иначе назвать, потому что... Дабла на Миду, но Скайросмак, похоже, пришел только чуть помочь Магнусу до получения Водла. Похоже, так и есть. Но Магнуса ждет большой контроль от Жакира из-за горелки. Тут руна иллюзий, который может подобрать Магнуса и отпиться от Айспадх. Попытался Жакира как-то продамажить Магнуса, у него это получилось. И если Жакира еще будет контролить руну, тогда все будет плохо для Магнуса. Просто ужасно даже. Вот, посмотрим графики. А это тысяча голды уже у команды Орджи. 500 золота они заработали. Вот и 500 опы там. И тем временем вливают Скайросмак, как это случается. Что ж. Да уж, не внимательно я проследил и 218 голды и 120 опыта в копилку команды Орджи. Вот, тем временем, что у нас с Вайдом, а с Вайдом у нас пока что довольно-таки плохо, потому что это не тот фрифарм, о котором я говорил. Это больше даже, так сказать, контроль и хард. Несмотря на триплу, все равно от ауры, которая ему понижает хп больно, да, и от Абаддона, который качается через Мист Койл. У меня вопрос, а кто же Кэри? Кто? Кэри. Вот, к примеру, у команды РТ5 есть лейт потенциал, но они могут его упустить. Упустить, если Вайд будет не фармить. Он не будет фармить даже, так скажем. Я представляю, что будет, если у Некрофоса появится ульта, так как будет часто умирать Вайд. Вот, мы видим, выходит щит сразу же минус Вайд, просто за секунду минус Вайд. Что творится? Команда РДЖИ уже набирает раннее преимущество, и даже большое. Полторы тысячи золота и тысяча опыта на четвертой минуте. Это очень плохо для команды РТ5. Она сейчас может даже проиграть. Она уже упустила раннее преимущество, у нее его нету. Ганг на топ не удался, и поэтому все очень плохо. Они поменялись местами, вот, перешел на мид, как я вижу. А Магнус, Магнус что, идет на мид? Когда цель была появление Вайда на миду, непонятно. И у Андаинга уже есть арканы. Кстати, у него 160 хп, плоховато довольно-таки. Первым скиллом он спамит по крипам. У Дарксира нет Солринга, у Дарксира Бутсов Спид. Мы видим. Я думаю, может даже умереть Скайросмак, если он далековато зайдет. Щит, Дэдпульс и минус Скайросмак. Все, сразу же умирает и все. Похоже, да, немножечко я был неправ того, что Некрофос пойдет туда-туда. Да, с расстановкой линии немножко ошибся. Джекира довольно-таки хорошо зашел против Магнуса. И Некрофос-то хороший контроль для Вайда. И причем в связке с Абадоном это просто прекрасно. Вот мы видим, он Дайнк с ЦМкой. ЦМка выходит на Дарксира. А, нет. Покупает только стики. Что ж, мы видим Абадон заходит, по-моему, сейчас умрет Некрофос и... Да, умирает Некрофос. Не убил никого. Не было размена. И это минус Некрофос. Ошибочка со стороны команды Арджет. Точнее, со стороны Некрофоса. 431 голда и 384 опыта в копилку команды РТ-5. Мы видим-видим. Выходит на Дарксира и убивает Дарксира. Что ж, размен Ван Дайнга один в один. Да уж, довольно-таки равное преимущество получила команда РДжи и команда РТ-5. Вот, что ж, 155 голды получила команда РТ-5, а команда РДжи получила 187 голды. И на 100 разница в опыте. Вользу РДжи. Телепортируется у нас Дарксир. И сейчас Войт. Войт. А что же делает Войт? Вот у меня вопрос. Ведь Некрофос может просто отхиляться, или же они выйдут все. Сразу же Сурдж пытается догнать Некрофоса. Щит на Некрофоса. Сразу же стена ставится. Стяжка приходит Войт, замедляет. Ещё гель. Минус Абадон и минус Некрофос. Даблкилл, да. Таки хорошо вышло. Как я говорил, вот, а если тут ещё ворвётся, да. Тут так, их же четверо. И легко забрали Некрофоса и Абадона. Что ж, видим, у Магнуса тут дела довольно-таки даже нормально. Вот Шоквейв им хорошо фармит. Айс попадает Магнуса. Шоквейв задув Магнуса, но задув всего лишь первого лвла. Так что лучше даже было бы дать горелку. И мы видим фаст мека у Джекира. У Джекира восьмая минута и уже есть механизм. Но нет, сапога, к сожалению, тут то, что плохо. Но, думаю, сейчас он его нафармит уже. Так, сапога, к сожалению, у Джекира восьмая минута и у Джекира восьмая минута и у Джекира восьмая минута. Ммм, да уж, конечно, не совсем то, что ему нужно. Даже, я бы сказал, ему лучше было бы хотя бы сапог купить. Даже ПТ для того, чтобы повысить выживаемость. Вот, и что ж... Вешает сразу же щит на Вайда. И их четверо нету. Ничего ульта сразу же Айс Патх и минус Войд. Моментально забирают Вайда. Сейчас могут забрать Дарксира. Стенку перед смертью. Сурж. Хороший РП в троих. Заводит прям под стенку еще раз. И не хватает урона. Макропира. Мега отхиливает сразу же. Это минус Магнус. Это минус Виномансер. Это может быть минус Скоросмаг. Скоросмаг тоже может уберечь. Отхиливает Некрофос своих. Да, это комбо отхил просто. И Кристаллова убивает Скоросмага. Ультра килл. А нет, нет, извините. Тим Вайп от опять в ноль. Какое преимущество. И минус Тавар на боте. Боже мой. Тим Вайп от команды Арджи. На девятой минуте. Вот это да. Какое же хорошее комбо. Исторон то, что даже нету у команды Арджи Кэрри. Нету того, кто будет дамажить. Они просто берут и завоевывают раннее преимущество. Они не идут на лайтгейм. Они сразу же давят в Ирлигейме. И даже побеждают чуть-чуть команду Артфайв. Что ж, если так в дальнейшем пойдет. А это скорее всего. То команда Артфайв просто проиграет. О графике говорят 4000 золота. И 3000 опыта у команды Арджи. Сейчас может упасть Т2. С такими же действиями. Да, то есть. Сейчас пойдет еще Т2. Мы идем тамбу поставили. Чтобы отогнать команду Артфайв. И 300 хп. 200 хп. Падает Тавар на Т2. А, сразу же из Пайт летит Скайросмага. Фростбайт. И минус Скайросмаг. Умирает сразу же. Горелка. Минус Т2. Тем временем у нас Войт фармит на топе. Пытается хоть какие-то предметы выформить. Я вижу, Мом ему не сильно помог. Да, это... Немножечко даже... Одеваюсь над Войтом, но и вправду. Это был плохой выбор. Довольно-таки плохой. С ПТ вероятность выжить была бы чуть-чуть больше. Что ж, мы видим уже сапог. И Мом у Войта. И он подпушивает им Т1 на топе. Вот. 365 голды. 340 опыта в копилку команды Арджи. Получили они со Скайросмага хорошо. И теперь, похоже, идут уничтожать Т1 на Меду. Вот даже, несмотря на хорошее РП в троих, как я увидел, да? Не хватило урона. То есть, как я и говорил, сверху должен залетать Войт, у которого БФ, да еще и Эмпауэр вешает Магнус. Тогда, да, тогда это минус. Но, к сожалению, нет предметов у Войта и нет Эмпауэра. Он уже должен появиться в Лейте. Нету маны на РП. Сража там поставится. О, Абаддона еще есть даже ульт. Поэтому все хорошо. Ага. Сража щит на себя. Отхиливают быстро Абаддона. Вот как же хорошо эта связка отхил. Врывается Войт. Сража купол. Стяжка. Стена. Ой, как хорошо. Убивает Сража Абаддона. Ульта минус Войт. И РП еще залетает. Макрапира может сейчас погибнуть. Это минус 2. Погибает Сража Магнус. Умирает Скайросмага. Просто зомби. Умрет неужели? Попытается ульт. Нет, не попадает ультом. А это минус 4. В 2 еще и байбек. Похоже, да. Они такие. Пора пушить, ребята. Ребята, пора пушить. Надо идти. И заканчивать эту игру. Даже я вам так скажу. Потому что. Для команды Art5. Все печально. Несмотря на такой хороший прокаст. И вроде бы средний замес. Да. Они убили двоих. Но это 4 в 2. Плюс байбеки. Но и минус тавер на. Миду. Т2. Т2. Вот. Стягивает Дарксир. Смысл этого немного. У Магнуса уже появляется Брингдаггер. И нет у него сапога. Конечно, эти питомбилды. Конечно, не очень. Мне не нравятся. Не знаю. Мне не нравится этот Брингдаггер. Потому что фастом ты с ним пока что ничего не сделаешь. Вот. Что ж. Мы видим минус тавер на миду. Вот. И все. Все. Команда Арджи просто отходит назад. Не решается пушить дальше. И правильно. Правильно. Осторожно играет. Это как раз то, что им нужно сейчас. Давить. По чуть-чуть. Так сказать. Что ж. Мы видим. Ондайн будет закупать Кримсон Гуар. Что увеличит выживаемость. Команда Арджи. Вот просто. Что за сборка. Да. Я даже ее недооценивал сначала. Но. К чему она привела. Да. Если я смотрел только на Лейтгейм. То на Ирлигейме. Я почти что не обращал внимания. Да. То есть я говорю. Что если так они сделают. То все будет хорошо. Да. Но. На самом деле. Какое преимущество можно завоевать. Да. С Джакира. Который фармит себе Мекку на седьмой минуте. Вот. Идут на. Магнуса. Нет. Не догоняют Магнуса. Нет. Спасибо. Кстати. У Абадона. И поэтому. Хоть как-то ускориться он не может. Сразу же ульта Абадона. Тут хиливает немножечко Абадона. Стягивает. Четверых. Айс пад. Попадает сразу в Дарксира. Минус Т1 на топе. Глип прожимает. Пытается задержать. Как-то команду РДжин. Но не получится. Уже минус. Сразу же стенка. Впрывается Войт. Включает. Нет. Мом. Включи. Да. Это минус Абадон. Ульта сразу же СМК. РП прерывают. Завозят за стенку. Зачем Макро Пиро перед смертью? Магнус умирает. Может умереть. Сейчас Скайросмак. Попадает под задув. Минус Скайросмак. Может быть минус Дарксир. Есть Сурдж. Пытается уйти. Горелка. Да. Уходит. Врывает сразу же Виномансер. Пояса нового гель есть. Поэтому может что-нибудь сделать. Может как-нибудь ответить. Кстати надо включить Базилу во время пуша. Почему он не включает ее? И это как бы Некрофус уже собирает. Гоним. Вот. И посмотрим. Это даже равный размен для команды Арт Гейминг и для команды РТ5. Несмотря на байбэк со стороны Виномансера. Что ж там был байбэк зря. Потому что ничего все равно не сделал после этого байбэка. Ну кроме как поставил Вард. Но он там мог и почв сделать. И минус Т2 на топе. Кримсон Гуард уже появился у Ондайнга. Сейчас Горелка и Тавр. Тавр на топе просто сейчас обойдет. Тамба. А из-под попадается Харасмак. Наверное умирает. Пояса нового перед смертью Виномансера. И сразу же его убивают. Горелка. Мека. Кримсон Гуард. Просто ребята. Ребята просто сильные. Просто их не уничтожить. И это конец. Это конец для команды РТ5. Я даже не могу поверить. Не могу это поверить. Да что. Вот так вот быстро закончился этот матч. Сопрямо в 9.20. Вот. Что ж. И видите какой дикий отхил от. Эээ. Дэдпульса Некрофоса. От хил Ондайнга. От мисткойла Абадона. Минус. Миличный барак. Правильно. Что. Били первым рейнджовый барак. Слушает Каспера. Сразу же. Нет. Купол. Стяжка. Гель. Ульта Скоросмага. Сразу же РП. Хорошо. Шо. Шок Вейв. Минус 3. Могут еще забрать Мом. Попытаются забрать Джекира. Сразу же Макропира. Минус свой. Моментально под Мом умирает. Убирает Веномансер. Перед смертью конечно убили Джекира. Пытаются еще убить Ондайнг. Нет. Не хочет спускать Магнуса. Но это минус Скоросмаг. Минус. 3 в 4. Кстати в пользу команды РТ5. Потому что. Дофига. Голды им накопало. И минус миличный барак. Барабаны появляются у Магнуса. Купи сапог. Купи сапог. Я тебя прошу. Если ты меня слышишь Магнус. Если ты слушаешь этот стрим. Купи сапог. И все. Ты купил барабаны. Это круто. Но сапога у тебя нету. Ты мне напоминаешь одного Скоросмага. С которым я играл. Который собрал себе Юл. Но не собрал себе сапог. Купи сапог. И. И. Худ оф дефайнс. Появляется у Андаинга. Вот это да. Теперь конечно. Пояс Санно. Будет наносить не столь большой дамаг. Наносил впредь. Да уж. Желучесть Андаинга. Повышается. Так сказать. Уже есть Аганим. У Некрофоса. У Джакера. Есть Некры первого уровня. Семка тоже хочет купить себе Некры. И. Боже мой. Это просто. Ирли пуш. Связка. Давайте так это назовем. Да. Потому что. Связка рассчитана на то. Что получить раннее преимущество. И начать быстро пушить. Да. Они не хотят доводить. Игру до лайтгейма. Понимают. Что они могут проиграть ее. Но. Что ж. Идут теперь пушить мид. Сразу же. Шоквейв. Нету РП. Тамба. И. Сейчас может быть. Минус Т3 на миде. Вот. Горелка сразу же. Пол КП у Тавара. 5. 4. 3. 2. 1. Все. РП есть. Можно идти. Но нет блинка. 5 секунд. Надо же еще 5 секунд. Тогда будет великолепный РП в пятерых. Ну. 2. 1. Вперед. 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 Сразу же купол надевается. Попытает спад. Не успевает. Ульта. Попытает стенка. Сразу же пояса. Сколько всего. Но сразу же принимают. Вайда. Убивает Вайда. РП в троих. Нет. Не умирает Абадон. Убирает Микрофос. Улетающие ЦМки. Не наносит дамага ни по кому. Как я увидел. Потому что она была немножечко мимо. Может сейчас умереть Кристалка. Прямо под стенку. Под стенку еще сразу же задув. А Джекира. И... Аганиму Дарксира. Офигеть. Вот это да. Вот это да. Сейчас может умереть. Кстати. Джекира. Это будет очень глупая смерть. Спадх. Ну уходи же. Его вовремя отхиливает Мека. Пытается теперь похоже отойти немножечко. Магнус не завозит. Джекира. Щит. Связь. Стяжка. Минус. Оранжевый барак. Сносит его все-таки. Горелка на милишный. Может упасть на милишный барак. Надо дефать. Команда РТ5 может это сделать. Даже может убить Джекира. Или Абадона. 15 секунд до ульты. Поэтому все еще возможно. Главное не включать в Вайду опять же Мом. И это минус милишный барак. Да уж. От Вайда похоже без действия. У него уже нет желания играть в этом бою. Но да уж. Узкая расмага появляется Мека. Конечно. Надо всегда бороться за победу. Даже если вы на грани поражения. Если вы уже проиграли. Боритесь. Что сдаваться так нельзя никогда. Все может перевернуться. Вы можете этого даже не осознавать. Как все может перевернуться. Сразу же завозят. Это минус ЦМку. Убивают ЦМку. А из падых не попадает неплохо. Горелка. Это минус третья сторона. Может быть минус третья сторона. Пушат рейнджовый барак. Сейчас придет рейнджовый барак. Потом милишный. Нету РП у Магнуса. 20 секунд. Войт стоит на базе. Поэтому да. Это минус третья сторона. И GG. Потому что Войда не будет. И все. Вот. Команда РТ5 пишет. Точнее нажимает паузу. Похоже. Кто переговаривает с Войдом. Говорит ему. Войт. Давай. Надо бороться. Надо драться. Войт отказывается. Похоже. Да. Из-за поражения. Может быть. Или может просто у него лай. И кто его знает. Это лично мои предположения. Потому что ситуация именно похожа на эту. 12 тысяч золота. И. Ага. Обыд уже понизился. Понизился до 2000. Что ж. Все запускают. Говорят. Гоу. Войт. Все. Готов. Но. 16 секунд. Хроносфера. Стягивает. Разжит. Стенка. И. Смысла не было. Потому что было время дать. Да. Найспанк. Нет. Купола нет. РП. РП. 3. 2. 1. Готов. Все. В четверых. РП. Врывается. Войт. Сразу же. Купол дает. Там. Некрас. Там остался. Абадон. Сразу же разбирают. Абадон. Пытаются отхилять. Его. Неужели отхилится? Отхиляют. Его. Мека. Умирают. Сразу же. РП. Пытаются убить. Некрофос. Это минус. Некрофос. Сразу же. Макропира. Мимо. Это минус. Виномантер. Можешь сейчас умереть. Еще. Мист. Коил. КД. Нет. Не умирает. Скаросмаг. Все-таки. Выживает. И это минус. Третья сторона. Мега. Крипы. Все. Это мега. Крипы. У команды. РДЖ. Все. Сейчас убьют. Еще Магнуса. Завойт. Куда же ты зашел? Магнус. Это минус. Магнус. Магнус. Умирает. Хотя мог сразу же уйти на ТП. Потому что у них не было станов. Все-таки. Никто ему не мог сбить ТП. Только сейчас появился Айспад. Вот. Что ж. Все. Ребята. Переходят на Т4. И. Все. Команда РТ5 проиграла. Вот. Что ж. Вот это да. Вот это да. Что ж. Впервые видишь такую связку. Минус. Виномантер. Улетай еще. Улетай. Виномантера перед смертью. Но тоже мало смысла. Минус Т4. 22 минуты. 22 минуты. Это невероятно. Это невероятно. Как быстро игры проходят. Недавно была игра длительностью 80 секунд. А теперь вот так вот. Убивают Скарасмага. Заходят под фонтан. Ребята уже веселятся. Просто веселятся. И все. Команда РТФ не хочет. Уже продолжает и пишет GG. Радианс Анчетт. Не стрянутся. Или же нет. Не стрянутся. Нет. Нет. Все. Это все. Это конец. Ребята. Точнее. Да. Ребята уже все. Захотели закончить. Крипы захотели. Уже даже закончить. Радуются крипы победе. Команда РТФ благодарит за игру. И. Что ж. Хорошая была игра. Необычная. Даже. Необычный такой пик. Необычная связка. Вот. А. Команда РТФ все было назначено на лейт. Сам пик. Он. Был хорошим. Но только в лейт гейм. А у команды РДЖ в ирли гейм. Они получили преимущество ирли гейма. Да. То есть ранней игры. И. Хорошо его перенаправили сразу же. Что ж. Сразу же его удержали. Не отдавали. И. Все. Поражение команды РТФ. РТФ. Что ж. Спасибо что смотрели фасткапы. С вами был Миквойн. На этом я заканчиваю свой день стримов. Вот. Можете подписаться на канал. В группу. В группе будет. Буду я выкладывать то где буду комментировать. Когда я буду комментировать. Там вы можете все узнать. Да. Скоро кстати будет конкурс. На курьера. Вот. Что ж. Всем удачи. Всем пока.